Вот сегодня 31 июля 2018 года, Потеряевка, вот это бывший детский православный лагерь Стан. Зарегистрирован как трудовой православный детский в честь священномученика Климента Анкирского, 312 году казненного, 6 февраля память. Вот здесь, молились кресты, стоят здесь, а вот здесь идет линия электрическая, искорченная оттуда. Вот поворот делает она, линия, и на Потеряевку, вот из-за шалаша, видать, там выглядывает столб, а это идет туда, дальше покажем. Это вот стоит крышка, тут 10 рожков умывальник был, и одновременно стирать можно. Вот здесь, это кельи, показать как еще все целое, потому что на все это покушаются разные особи, безумные, безбожные, страшные, которые могут только разрушать, не строить. И при том совесть никогда не мучает, по должности они дают указания, как вот было, расстрелять. Сам Гитлер, он не ходил на землю, он только дал указания. Вот это все из той стороны, Сталин тоже лично никого не расстреливал, и совесть поэтому не мучает за расстрелянных. Вот с этой стороны сейчас я показываю опять же, все это показать. Вот это столбы Потеряевку идут, как это выглядит. Девять соток занимает, на навозной куче. Вот это огромные заросли крапивы, вот так росло на навозной куче. Здесь когда-то фермы были, вот. Одна из них вот осталась еще. Это нет, они не стены, ну стены. Их никто не снесет. Зачем шлаколитые? Нет. И приватизировать землю здесь не дают. Она в деревню заходит, на территории деревни, которая основана, теперь заново возрождается по решению Алтайского краевого там совета, как называлось тогда, Суриков был, потом послом он стал, Александр Александрович, коммунист. И начали восстанавливать с нуля. Вот я показываю его. 64 дерева посажены. Разные тут, разные тут. Березы, вот они какие-то поля. И везде, везде крапива была. Навозная куча, мне давали 3 гектара, я не взял ни одного квадратного метра. Ну а под этой все знали, что не просто так. Я в крапиву залажу, убрали, ведрами давай заваливать ямы вокруг. А тут еще большое здание было. Это все на территории, фундаменты остались. Тут ничего никогда не было. Никогда испокон веку. Ни одной пшенищинки, ничего. Вот оно видно, одна шатается, одна могучая крапива. Сейчас лагерь окружает весь. И вот Господь допускает фараонов этих издеваться над народом Божьим. Вот я пришью тортара, бульдозеры, танки, самолеты. И они будут разрушать эту Варшаву. Вот эту келью, как мы делали. Сколько труда. Загораживали сколько лет. 45 лет лагерь существует. Тысячи детей, взрослых отдохнули, уехали. Многие за границей теперь вспоминают с благодарностью. Для них это как духовная родина. Они здесь жили. Радовались. Вот показываю. С другой стороны, сейчас я зашел уже с северной стороны. А это рядом качель. Это за территорией лагеря. Мы городили, чтобы скотина не залазила и прочее. Лагерь занимает 6 соток. 6 всего. 0,09 гектара. А земли, вот как показываю сейчас, здесь вот. Вот это вот все заросли крапивы. Посмотрите, сколько ее. Это кажется бесконечной плантацией. А там внутри стояли как раз фермы. Фундаменты тут строили, выворачивали. Фундаменты. Ну там крапиву и ни одна скотина не ест. Но мы ее выкорщивали здесь. И вот я уже захожу с западной стороны. И сегодня утром восточное солнце там оттуда восходит. Показываю, как здесь качели, дети отдыхали. И вот человек, облеченный властью, пытается на устье натравить, уничтожить. То есть совершенно неверующий этого даже не делает. Ни разбойники, ни бандиты. Даже коммунисты были здесь сколько. Никогда не посягали ни на один гвоздь. Ну идейно не сходится, а тем ли занимаемся, так ли мы ведем тут что-то. И соответствует норму санэпидемстанции. Вода непроточная. То есть за 45 лет ни одного больного, ни одного ребенка поврежденного телесно. Ни одного. Ни утонувшего, ни сгоревшего. Ни отравленного. Это опыт огромный. Теперь превратили это мы в музей. Теперь это относится не ко мне, к Лапкину Игнатию Тихоновичу. Нет. Я даже могу как-то показать, наверное, можно. Можно или нет показать. Вот я обхожу сейчас. Вот такое сокровище. Везде все крапива. Вот они, деревья растут. Это все на навозной куче. Видно. Вот это вот первое. Это не кухня здесь, а пекарня. Я сам печник 40 лет был. Здесь из огнеупора сложены печи. Они прямо врезаются в навозную кучу. А тут мы, где стоит игральный вот этот зал, тут большая яма была, мы все засыпали. Абсолютно на 100% негодные ни к чему. Земля была, и столько лет тут были люди. Теперь я желаю это размножить, чтобы по всей стране 3 миллиона или 3,5 миллиона беспризорных могли обрести, начать новую жизнь. Люди находятся, которые хотели приехать и будут. Музей не зарегистрирован, а он никакой нужды в этом не имеет. Если мы желаем в реестр встать, это зимой будем говорить. А вот это кельи какие есть. Приближаю. Это столбушки стоят. Прожилины прибиты и прутьями переплетены и замазаны. Все, какое строение это? Да разве закон про это говорил где-то? Нет, под этот закон подогнать можно. Как так? Самовольно сделали, а самовольного ничего и нету. Приезжали начальства, представители городской администрации, краевой. Такие умницы, как приезжал тут Шойхать, Яков Нахманович. Все, ни один никогда не заикнулся, что это сломать или убрать. Вообще не было. Это бандитизм какой-то. У нас туалетов только шесть тут был. Это все можно сломать. Трактор может все эти деревья повалить. А дальше что? И будет это безумие. Торчать будут бревна. Не бревна здесь нету, а эти... Ну что тут есть? Солбушки. Если все-таки приедут ночью, могут сломать. Ну, не приведи Господь, конечно. Какие последствия будут? Фараон утонул. Фараоново войско ушло на дно моря. Вот эти деревья, как это... Они стоят на куче. Мостик. Видно, внизу растет крапива. Она только достает до верха. А крапива почти по два метра. Огромные кучи бульдозерами сюда свозили десятилетия. Толкали в одно место. Ну, что тут может? Ну, тут полынь. Вот я дальше обхожу, чтобы видно было. Вот он, лагерь. Все. Это вот что-то уже за пределами лагеря. Мы просто насадили на это. Лагерь это самые... Избушки эти, как их называли наши недруги. Курятники. Вот так. И вот надо разрушить. И ничего нельзя сделать. Почему? Человек жил и ничего не умел делать. А теперь у него власть. Как бы власть. Он ее извращает власть. Это власть проклинаемая. Антинародная называют. А кто? Вот эти вот как раз их плодят. Рядом, которые... Мы были в разных организациях. Не организациях даже, а партиях политических. В Барнауле. И все спрашивают, зачем он это делает, тот человек. Зачем? Облеченный до времени властью какой-то. И настаивает прямо, чтобы уничтожить. Которые ему там где-то вроде подчиняются. Приказывает им. Приказываю. Чего приказывают? Зачем? Помолился бы Богу-то. И все бы этот... Злой дух-то вышел бы, как у Саула-то. И все. Вот сейчас я зашел полностью с западной стороны. Показываю. Вот деревья тут не видать нигде. Вот видно деревню. Пока еще не тронуто. Башню большую мы убрали. Вот рядом еще большие навозные кучи. Их несколько. Но эта самая была огромная, большая. Еще она не растет. Вот она. Мы сделали, чтобы разровняли ее. Чтобы можно было обедать. Когда много комаров. А там возвышение. Вокруг крапиву. Убирали. Вот она. Все. И вот в это превратить такую пустыню. Вот да. Столбы. И за 20 километров там видать элеватор. Я не знаю видать или нет. Вот здесь где-то он был. Вот это элеватор должно быть. Вот. И дальше у нас в Малиссе ходили. Там тоже одна крапива. Мы выкорщевывали, выкорщевывали ее. Вот она где. А там молиться. Жерзьями. Ну это не считается лагерем. Стерров бульдозером уже поддеть, сломать. И там стоит высокий крест. Не знаю видать. Нет. Я плохо снимаю. Руки дрожат. И вот все. Везде крапива. Вот она. Вот я прохожу сейчас. Ну и видно, что крапива, репей. Заросли. Это на повороте столб стоит. Тут корю убило. Коршуненок у нас был. И вот дальше все идет. Это крапива, крапива, крапива. А там сплошняком она была. И вот как этот выглядит. Вот маленький азис. Уничтожить. Ну что могу сказать. Выродки. Выродки рождаются всегда на земле и бывают. Они ничего не знают. Только уничтожить. Отнять и разделить. Свергли царский режим. И к чему пришли? Царя, девушек. Расстреляли княжон. Во что это обошлось? Только внутри страны гражданская война 6 миллионов поглотила. А репрессии под 100 миллионов подсчитывают нынче. Почему и пишут в комсомольской правде на развороте. Если бы большевики не победили в 18-м году, у нас бы было 600 миллионов. Попутно показываю шалаш. Это не вижу я его. Где он есть? Тут есть, нет. Кажется, здесь где-то вот так. На 30 человек отдыхать. А это копны. Рядом тут Люба Минаева. Сегодня вот должны мы их попытаться помочь убрать. Это я дал своей палатке. Мы сделали, прикрыли. Ну, как Бог даст. Деревня вот. 300 гектар отпущенная. 20 домов построили, дальше не дают. Вот этот домик снести. Иосиф построил. Вот безумие полное. Везде спрашивают, да-ка что у вас там земли нету? Земли, говорит. Как в Тихом Доне Гришка этот Мелехов говорит. Да я хоть заглони с этой земли. Вот отсюда снова показываю, откуда я начал. Я стою сейчас с восточной стороны почти. Вот. Вот так пока. Что тут есть? Это у нас огороженная яма. Все по совести. В которой брали глину. А могут, да все могут. Они все могут. Все могут. Разрушить, убить, опорощить. А потом будут реабилитировать. Сколько лет расстреливали. И везде тройка там. Кто? Глава администрации. Первый секретарь партии он назывался. Прокурор и прочее. А потом все под нож пошли. И они еще не понимают сегодня. Почему? А не да ну. Злодеи злодействуют злодейски. Исайя говорит. А что, а как тогда молиться надо? Вот мы молимся. Господи, сокруши его гордыню неимоверную. Но не дай погибнуть. Обрати на путь истины. Сделай его христианином. Вот. Столбы провели. Столбы это относились к лагерю. А теперь музей. Ничем не интересуется. Совершенно ничем. А там, где работают, там наркомания. Там воровство. Там разводы. Там чего только нет. И гонят в каждом почти втором, говорит, доме. Самогон и прочее. Вот только подходишь и сразу считаешь. А это у нас тут зал. Сейчас я перейду туда. Это вот летняя кухня. Это подвал. Вот двери видать. Все это вошло в кинофильмы. Очень известные. Это вот зал. Доски здесь настилаются на высокие столы. А это сиденья. Вот. И там второй зал запасной. Иногда в две очереди. Больше ста человек. За 45 лет от государства ни рубля. Кроме гонений. Мать родина только тогда знает, когда надо служить. Вот. А это что? Это гнездо? Сейчас посмотрю. Тут все есть, нет. Нет, ничего. Вылетели уже. А тут столбы. Со стола кошка могла достать. Поэтому напротив поставили здесь с водой налитый противень. Тазик как бы. И внутри еще один раз. Комплекс. Это мы показываем, какое здесь сокровище. Вот бак. Это в Барнауле завод сделал. Я не знаю сейчас какой завод. Это металлообрабатывающий вот такие полтора на полтора метра. Ну и высота больше метра. Вода качается оттуда. Помогали все станками, станкостроительные, РТИ, лодки. Ну, не два года. Тут бы никто не ездил. А это вот называется Тмутаракань. Вот такая избушка. Вот как. Порой этаж. Внизу доски. А под ними короб железный. А зачем? Зачем? А затем. Это вот кухня, где мы все это варят и прочее. А здесь вот под ним печка идет. Я сам печник. А дым проходит с жаром под полом. И вот где выходит. А это пекарня. Две русские печи и две голландки. Сейчас закрыто. Показать. Разрушить. Кирпича-то в руках может не держал разрушитель. Как бы мог покраситься. Это вот везде есть. Прибита со всех сторон. Вот келья. Одна келья. Это 8 человек. Вторая. Третья. Четвертая. Это мальчики. Для мальчиков. Вот она высота какая. Сейчас я подойду, покажу. Что из себя представляет. Строение. Да разве я закон имел это ввиду? Это вот от клена. Называется слеги. Где выбирали. А потом сверху заливали самоном. Глина. С этим. Вот я на улице нахожусь. Вот стоюсь и сейчас поднимаю руку. Вот поднял руку. Вот как раз даже внутри-то это еще меньше. Какие строения-то? Вот окошечко. Какое оно? Ну меньше 20 сантиметров. Там допустим 15-18. Все, чтобы только можно было дышать. А здесь вот это два зала. Заходим вовнутрь. Вот оно вверху как разрушить. Разрушить. А это могут везде делать. Вот окна там закрыты. Ну и здесь вверху также вот эти слеги. Два этажа. Семь детей взрослых. А при скученности иногда было 10. Когда много людей. А вот этот большой зал тоже приспособленный. В него 70 человек ходило. Вот так. Видите? Большие деревья уже. Все разломают. Им уже нет. Вот заходишь. А тут фундаменты. Внутри. Вот он фундамент идет. Фундамент. Вон до той стены. И дальше никто никогда его не будет выковыривать. Ну тут маленько Виктории посадили. Это у нас виноградник был. Виноград даже дети могли иметь. Вот три кельи. Вот одна, вторая, третья. Такого же размера. Все здесь. Здесь маленечко чуть повыше. Вот я верхушку достаю спокойно. А здесь шифером. Шифер все разломает. Им какая разница-то. Не это творили. Сто миллионов расстрел под вышку подвели. Вся Россия на Голгофу поднят. А это их потомки. Они на все постигают. Нелюди. Манкурты. Лба не перекрестит. Приходят, приезжали милисты. Пузатые все, о которых Нургалеев говорил. Уволить этих пузатых. Вот оно все показалось. Изнутри все, больше ничего нет. И на это постигают. Кому-то мешает оно? Нет. Но это совесть сжет. Тысячи детей и взрослых. Тысячи отдохнули, поправили здоровье. С благодарностью вспоминают. Приезжает. Память историческая. А вон на дерево высоко. Я не знаю, там видно будет или нет. Дерево наклоненное где-то там. И там большой фонарь. Артутная лампа. Где-то здесь вот. Не видно там. Столб надо увидать. Где он? Вот он. Столб. Вот это вот. И не видать. Не видать почему. Потому что это такой съемщик. Это артутная лампа. Тут огромное освещало все. Вот они деревья какие. Они тоже мешают. Они обрамляют эту красоту. Вручную. Сами. Без помощи государства. Это учесть надо. Это труба надо. Пекарни. Люди работали. Бесплатно. Все. 45 лет. Никто ни рубля не получал. Вот так. А теперь поступает оттуда. И при том давят и давят приказами. Разрушить. Уничтожить. Уничтожить. То есть спать не могут. Они не могут заснуть. Писание говорит. Да коли не сотворят зло. Еще раз показываю все это. Это игральный зал. Играли здесь. Да. Продукты хранились. А там в деревне это еще больше того. Это я зашел здесь. Вот эта башня называлась. Вот это вот. Столбы стоят. 75 метров. Вверху такие были бревна. Доски. Ну ходить. Вестибулярный аппарат. Говорится. Приучать. А здесь с улицы. Откуда бы ни зашел музей. Уничтожить. Уничтожить. Только так оттуда. Слышали как хрипит. Бешеная или бешеная фигура какая-то. Кто-то. Откуда-то. С какой-то страны. Со дна моря. То есть это сатана все делает. Кто это делает? Уничтожить. Это то есть мы не граждане. Никто или их. Не люди. А их ничего нету. У них мы ничего не брали. Ничего мы не должны. Вот она. Пока зачатил лампу. Приезжают. Лампы нету. Ну как нет. Вот она. Все у нас есть. А это вот. Где мы молились. Это сверху. Сверху просто накинутая. А там настоящая уже. Вот она где. Я поднял ее. Вот. Это тут. Рында. Это крест. Память о спасителе нашем Иисусе Христе. Который защитит нас. А это разные колокола. Это все снято. Как дети бренчат в них. Четыре. Пять. Пять для мальчика. И там. Три. Восемь келей. Восемь. По восемь. Шестьдесят четыре. Шестьдесят четыре. Восемь. А если по десять. То восемьдесят. Десять. Тоже было бы неплохо. Вот здесь заходить. Вот. Я стою. Руку просто опустил. Поднял чуть. Ну. Наклоняться надо. Высота такая. Совсем. Вот. Последнюю точку. И здесь вот. Вверху поднимаю. А теперь на эту сторону. Вот я иду и головой задеваю ее. Вот. Вот она. Низкая. Так. Это строение. О которых закон говорит. Что самовольно захватили землю. Но река Истра. Подмосковья. Нет. Вот. Миллион двести тысяч. Только пустующей земли было. Сначала перестройки. Что можно сказать. Только молиться. Господи. Помилуй. Спаси. Сохрани нас. От злобствующих слуг дьявола. Обрати их на путь истины. Господи. Не убивай их. Чтобы люди помнили. Что сатана живой. Что все еще действуют через своих слуг. Откроем глаза. Истину. Помажь глазной мазью. Глаза. И чтобы видели сромоту свою. Разврат везде. Разводы. Ничего не знает и не видит. Одно. Вот это вот. Напоминает им. Что можно жить по-другому. Вот даже попутно вернулись. А то вот. Рядом. Это полотенце висели. Полотенце для рук. В другом месте для ног. Это все видите. Покрасить надо было. Тут Наталья Николаевна Приходько. Старший воспитатель. Была больше 10 лет. Наверное лет 13. И Виктор Николаевич. Наверное лет 14. Савченко. Одна в Америке. А тот во Франции. Теперь. И все это наблюдает. И смотрит. Что же дальше-то будет. А здесь вот были надписи. Что заходить нельзя посторонним. Нужно брать разрешение. Ну а теперь что сказать. А это вот для детей. Купальня была сделана. РТИ давали большие такие полотна. Как вот лодки. Из какого материала. И вот. Они здесь были детям. Купать все не утонут. Как все вспомнишь. Диву даешься. Сколько нам Господь позволил все это иметь. Это вот пилили. Училились тут все. Такие где-то у меня еще там были. Дрова. Школу снабжали. Дети иногда. Даже в лесу мы деревья брали. Ну деревья. Клен. И это вот на сегодняшний день. Повторяю. Пока еще живо все. Бог милует. Слава Иисусу Христу. Да защитит нас. Матерь Божия покроет. Покрывалом. Аммофором своим. А дальше. Если так вот смотреть дальше. Это там железная дорога. Прямо напротив нас идет. Напрямую. Это километра два. И этих злодействующих. Извергов. Рода человеческого. Обрати Господи. Их много. И те годы были. И усилились в эти годы. Это не один человек. И все никто. Я не сам. Меня заставляют. Кто тебя заставит сделать зло? Бог побуждает к добру. Кого не возьмешь разведенные. Даже в органах власти посмотрели. Недавно опубликовали. Одна треть только уголовников. Бывшие сидевшие. И все такое. Не знаю так ли это. Ну показывают. Да и действительно может быть так. Если бы они налились. Тогда дело другое. С Богу слава.